Границу просто так больше не пройти. Дроны, что мы о них знаем? Вообще в Казани у нас есть свое сообщество, большое, нас где-то 170 человек. Мы вот вместе летаем, как бы по выходным, выезжаем на всякие пикники. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Карина Саяхова. 25 января на территории России отмечается Татьянин день, который еще называется Днем российского студенчества. В этот день в 1755 году императрицей Елизаветы Петровны учрежден Московский университет. Телеканал Универ ТВ поздравляет всех студентов, преподавателей, сотрудников университетов, а также зрителей канала с праздником. Подводим итоги для татарстанского автопрома за трудно санкционный 2022 год. Кто покинул рынок, а кто начал реализовывать новое производство, расскажем далее в сюжете. Отечественный автопром, как и экономика в целом, переживает не самые лучшие времена, что связано по большей части со множественными ограничениями в отношении России. Татарстан покинул партнера США, Ford Motor Company. Персонал завода, более 1 тысячи человек, был отправлен в простой. Это, безусловно, сильный удар по партнерам, который отразился на татарстанских активах. Однако, где убывает, там и пребывает. На Восточном экономическом форуме гендиректора группы «Солерс» Николай Соболев заявил, что холдинг выводит на рынок собственный бренд. В Елабуге будут выпускать новые модели легких коммерческих автомобилей под маркой «Солерс». Рассматривается выпуск двух модификаций. Автомобили бескапотные и полукапотные. Компоновки полной массы от 2,5 до 4,5 тонны. Общий объем инвестиций в проект с учетом инвестиций «Солерс» Алабуга инвестиций компании поставщиков составит более 5,5 миллиардов рублей. На минувшей неделе с руководством автомобильной компании «Солерс» встретился ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Обсуждался вопрос эффективного сотрудничества в научной и образовательной сферах. Планируется выпускать легкие грузовики аналогичного класса под собственным брендом уже на собственных компонентах, то есть с высокой долей локализации. Анонсировано то, что уже пилотные проекты были реализованы, то есть какие-то прототипы уже появились. И массовый выпуск планируется уже в этом году, уже 41-го квартала. КАМАЗ – визитная карточка Татарстана, а значит удержать его лидерство на рынке грузовиков просто необходимо. Публично акционерное общество КАМАЗ за январь-ноябрь 2022 года произвело 40 943 автомобиля, что на 8,5% меньше 2021 года. Самый большой спад производства пришелся на июнь-июль, однако уже в августе автогигант произвел на 88,4% грузовиков, больше чем в августе 2021 года. Несмотря на падение продаж, КАМАЗ все же сохраняет лидерство на рынке грузовиков с большим отрывом от конкурентов. Он остается самой популярной маркой грузовиков в России, объем парка которого составляет 701 420 автомобилей. Второе место занимает ГАЗ, а третье – МАЗ. так же, как и весь автопром, вообще все экономика, санкции, безусловно, почувствовал. Они по нему ударили, и это негативно сказалось на производство КАМАЗа. Негативно, но не критично. Производство в 2022 году сократилось на 8,5% относительно 2021 года. Но здесь гораздо более серьезная опасность, неприятность. Случается в том, что объемы продаж упали сильнее. Относительно 2021 года, в 2022 году объемы продаж упали на 15%. А что это говорит? Это говорит в том, что часть произведенной продукции, она остается на складах, она не реализуется. Событием на рынке автопрома Татарстана стало анонсирование запуска производства электромобиля «Атом», в который инвестировал гендиректор КАМАЗа Сергей Кагогин. Прототипы «Атома» должны появиться в первом квартале 2023 года. Серийное производство намечено на последний квартал 2024 года. К 2030 году компания рассчитывает выйти на объем 472 тысячи автомобилей, две трети из которых будут идти на экспорт. Надежды есть? Я думаю, что утонуть окончательно не дадут нашему автопрому. Все-таки это одна из стратегических ключевых отраслей и для Татарстана, и для России в целом. Безусловно, наше правительство, в частности, будет также предлагать усилия финансирования и поиски партнеров, путей, может быть, рынков сбыта тоже. Отметим, что в 2022 году в Татарстан ввезли 2055 поддержанных иномарок, что в 15 раз больше показателя с 2021 года. Такой рост в таможне связывают с подорожанием машин в России на фоне введения антироссийских санкций. Утилизационный сбор за ввоз поддержанных автомобилей вырос в полтора раза. Карина Саяхова, Универньюс. Автомобилисты смогут пересекать российскую границу в зарезервированные даты и время. Такие поправки для граждан подготовил глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Все подробности смотрите в сюжете моей коллеги Алины Красильниковой. В Госдуме подготовили поправки в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации. Согласно которым автомобилям придется резервировать дату и время для пересечения границы. Изменения затронут как автомобили российских граждан, так и иностранцев, а также лиц без гражданства. Поправки касаются только грузового автомобильного транспорта, который занимается международными перевозками. В то же время нельзя сбрасывать со счетов достаточно сложную геополитическую обстановку. Не только в России, а в целом мире. Возможно, есть определенные какие-то нюансы, которые не доводятся до большинства населения России. То есть истинные причины данной законодательной инициативы будут объяснены только пробками. Если поправки будут приняты, комбин установит порядок, который будет включать в себя перечень документов, требуемых для бронирования, контроль за пересечением границы, категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди, порядок размещения автотранспорта вдоль дороги для обеспечения возможностей проезда по ней. Российское правительство также должно утвердить требования к обустройству участков дорог у пунктов пропуска, в том числе к площадкам для стоянки, освещению, урнам, бесплатным туалетам. Перечни документов, необходимых для осуществления данной процедуры, пока даже в самом законопроекте не содержатся. Скорее всего, это только на стадии согласования. Законопроект будет действовать абсолютно для любых физических лиц, будь то граждане России, будь то иностранные граждане. То есть никаких особых условий для кого-либо из автолюбителей не предусмотрено. Помимо всего прочего, хотелось бы дополнить, что указанный законопроект, наверное, не совсем сильно будет ограничивать конституционное право на свободу передвижения, поскольку просто будет доступ к этому праву несколько затруднён, но на свободу передвижения он никаким образом не повлияет. Зарезервировать дату и время пересечения границы можно будет через государственную информационную систему электронных перевозочных документов. При этом отказать в резервировании смогут только в случае непредоставления заявителям необходимых документов и сведений. Данный законопроект не означает запреты россиянам выезда за границу. Это лишь дополнительные условия для удобства водителей. По словам Евгения Москвичева, это сделано для того, чтобы люди по 10-15 дней не стояли без еды и туалета. Алина Красильникова, Универньюз. У каждого студента Казанского федерального университета помимо учёбы есть ещё какие-то увлечения. Кто-то занимается волонтёрской деятельностью, кто-то спортом, ну а кто-то уходит в науку. Студент Института физики Беркант Назаров в премьеру ещё со школы увлечён сборкой дронов. О своём хобби он рассказал моей коллеге Маргарите Михайловой. Чтобы стать пилотом, не обязательно обучаться в лётном училище. Достаточно освоить навыки управления квадрокоптером. Но одно дело управлять дроном, который ты приобрёл. Совершенно другое – аппаратом, который соорудил сам. Беркант Назаров, к примеру, собирает их из деталей, заказанных в китайском интернет-магазине. Некоторые комплектующие изготавливают самостоятельно на 3D-принтере. Первую модель дрона Беркант собрал ещё в 15 лет. Она была сконструирована из подручных материалов. Решил собрать свой такой агрегат из очень необычных комплектующих. На тот момент у меня было очень много двигателей от DVD-приводов. Взял как бы их. У меня были литий-ионные аккумуляторы формата 18650. Соединил их последовательно. Сделал некий каркас из линеек. Взял PET-бутылки с крышками, чтобы сделать пропеллеры. Закрутил их как бы в разные стороны, чтобы компенсировать реактивный момент. Но, к сожалению, ничего не полетело, потому что не хватало тяги двигателями и пропеллером. В 2020 году Беркант вернулся к идее создания уже рабочей модели. Он решил закупить простенькую раму и комплектующие. По словам студента, себестоимость самого обычного дрона составляет около 20 тысяч рублей. На тот момент Беркант использовал деньги с продажи ноутбука. Уже сегодня хобби приобретает серьезный характер. Расширился и арсенал. Помогает в управлении не только пульт, но и специальные очки, транслирующие изображения с камеры квадрокоптера. Сейчас, на данный момент, занимаюсь плотно больше, наверное, именно сборкой. Также есть клиенты. В основном, большая часть это мои друзья, с кем мы летаем. Вообще, в Казани у нас есть свое сообщество большое. Нас где-то 170 человек. Мы вот вместе летаем, как бы по выходным, выезжаем на всякие пикники. Берем, конечно, с собой дроны, чтобы было повеселее. И так проводим свой досуг. Ребята, оно летает! Ура! Сейчас управляет Гриша. Так, вот он, красавчик-дельфин летает. Полеты, как правило, проходят за чертой города. Иногда рядом с Иннополисом. Студент признается, хотел бы принимать участие в гонках. Однако пока что обстоятельства не позволяют. Нет гражданства, а для участия в соревнованиях необходим паспорт. Эта задумка пока ожидает своей реализации. Другое дело, планы на ближайшее будущее. В планах на лето создать свой напечатанный самолет, либо полностью создать свой, либо для начала купить модель, посмотреть на его основе, позже что-то собрать свое. Ну, в моих мечтах. И хочется собрать какой-то такой очень легкий дрон, у которого будет наименьшее количество вибраций от винтомоторной группы, чтобы применять как можно меньше алгоритма фильтрации сигнала. Сейчас Беркант помогает новичкам освоить управление квадрокоптером, влиться в ряды пилотов. Он также конструирует дроны для видеосъемки на заказ, для знакомых и клиентов из интернета. Стать пилотом может каждый. Это больше, чем увлечение. Те, кого небо тянет, всегда могут стать к нему чуть ближе. Маргарита Михайлова, Фариз Ахит Аглы, Универ Ньюс. Объявлены обладатели грантов президента России в 2022-2023 учебном году. Среди них 20 обучающихся Казанского университета. Имена грантополучателя можно посмотреть в материале на медиапортале КФУ. Напомним, что стипендия в размере 20 тысяч рублей выплачивается ежемесячно на протяжении всего времени обучения. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok